Вера, ты можешь поставить запись? Я поставил, все отлично. Так, все, смотрите, давайте пока я зачитаю симптом, точнее, запрос, который сегодня пришла к нам Анна. Сейчас, секунду, я найду запрос. Диагностика у нас сегодня, тема болезни Бехтерева и следующий запрос. Добрый день, меня зовут Аня, 40 лет, болезнь Бехтерева с 2009 года. Заболевание началось после того, как вышла замуж и родила дочь. До этого была абсолютно здорова. Беременность, роды прошли замечательно, кайфовала всю беременность, родила легко и быстро. Через год после рождения ребенка начались проблемы. По три дня не могла наступать на левую ногу, сильно болел пузоведренный сустав, дальше больше. Отекали колени, суставы, так, суставы кистей, включился шейно-грудной отдел, в шее. Ограничение сильной боли, которое дает прямо затылок. Через четыре года мне поставили диагноз болезни Бехтерева. Я развелась, осталась с ребенком одна. Назначили терапию и лечение, но тело отвергало препараты. Трапивница с отеком квинки. Приняла решение перестать пить лекарства. Занялась йогой и хожу в центр Пугновского. Хочу уйти в ремиссию. Отношения с мужчинами не складываются. Сама оценка на нуле. Хочу перестать разрушать саму себя. Но ничего, видать, не получается. Где-то что-то упускаю, не могу отследить. Хочу быть здоровой, счастливой и создать семью. Так. И сейчас я посмотрю, как нам присоединить Аню. Так. Сейчас я вернусь. А мне видно вообще, что я вот пока запрос читала. Не вернусь. Боже, я давно не была в Телеграме. Лера меня видит. Хорошо, как мне вернуться-то сюда. Так. Мне же надо выбрать участницу. Так, дорогие друзья. Я надеюсь, что все хорошо. Вот, все, я теперь себя вижу. Так, сейчас я выбираю. Вот у нас Аня. И... Так, вот у нас Аня. Аня, присоединяйся. Аня, приветствую. Все, отлично. Здравствуйте, да, здравствуйте. Как меня слышно? Так вот, что-то с видео не очень хорошо. Ну, сейчас я надеюсь, немножко расплываетесь. Так, вы можете, чтобы не двигались хотя бы где-то стационарно? Потому что, когда вы идете, мне кажется, тут все это еще и колышет. Так, а я стою. Хорошо. Так, ну, вроде бы слышно. Лер, скажи нам, нам так нормально пойдет нам так связь? Вроде бы неплохо. Слышно, по крайней мере, хорошо. Да, все. Хоть чуть-чуть видео. Ну, нормально. Так, Аня, смотрите. Прочитала я ваш запрос. С 2009 года написали, да, у нас сейчас уже в 2009 году поставили диагноз, правильно понимаю? Нет. Сейчас, подождите. Нет, в 2009 году у меня все началось. Но началось у меня... Я собиралась разводиться к мужем. У меня уже на руках Вика была. Восемь месяцев. И я собиралась разводиться с мужем, подавать на развод, когда узнаю о беременности. Причем беременность получилась как-то очень странно. Не должна я была забеременеть. Протекание второй вот этой якобы беременности встала я на раннем сроке. Три недели мне ставили. Но вторая беременность стала протекать по-другому. У меня было кровотечение. То есть у вас 8-м месяцный ребенок, и вы вроде как беременны. Да. И естественно, что аборт я сделать не решилась. Я решила была рожать. И свекровь уговорила, чтобы я оставила и осталась с ее сыном. Вот. Поэтому, но вторая беременность стала протекать совершенно по-другому. У меня было кровотечение. Но меня никто не положил ни в стационар. Не назначили дополнительное обследование. Не проверили на УЗИ. И то есть я с трех недель до 12 ходила и просто, простите, гнила. Там уже не было плода. Там ничего уже не было. И когда я в 12 недель пришла на УЗИ, врачи схватились за голову. В тот момент диагноз пузырный занос. Но он не подтвердился. Не подтвердился по анализам. Не подтвердился ни по каким другим причинам. Ну, где вот медицинских его справочников пишут, почему он появляется. И после этого, через полгода, то есть меня почистили, понятно, положили в больницу, меня почистили. После этого, через полгода, я начала замечать, что я утром вставать мне стало не очень комфортно, как будто позвоночник каменный. И я по три дня не могла наступать на ногу. Вот прям левый-то забедренный сустав, я ничего с ним делать не могла. Три дня и все проходило. Я бегала четыре года по врачам, по всем, вот по всяким разным. Где-то меня гнали, где-то говорили, что я симулянка, у меня обычно остеохондроз. Пока меня случайно сестра не записывает на МРТ и рентгены, хотя я их делала, в Новосибирск. Я поехала туда, сначала мне тоже как бы онкология, онкология, проверяйте на онкомаркеры. И пока я не попала в частную клипу, где мне тут же поставили диагноз Бехтерова. Мне сначала было очень страшно, я пошла в другую, не ревматологии, не говоря о том, что я посетила частную клинику, но там мне тоже поставили диагноз. И когда я приехала домой, по каким еще признакам поставили? По всем признакам мне взяли вот этот вот ген H27, H-ля, он как-то так называется, положительный. Но в моем роду ни у кого, болезни Бехтерова нет, вообще ни у кого. Вот. По вот этому анализу, по признакам сакроэлита, по признакам срастания. Ну то есть дело, МРТ было крестово-подвздошных сочленений и поставили сакроэлит по крестово-подвздошным сочленениям. Правильно я понимаю? Да, да. Сочленение назначили базовое, но мне оно не пошло сразу, ни сульфосалазины, ни метатриксатов. Как раз аллергия у вас, да, отек кринки вы выдали? А я не знаю, от чего он начал. Мне кажется, это метатриксат, потому что сульфосалазин мне вообще не помог. Я его провела год, они же сначала год одно, потом они добавляют этот метатриксат. У меня сразу крапивница жуткая, причем стабильно в одно и то же время. Метатриксат сама все себе отменялась, скажу честно. Но эффекты вы от них не видели, да, от этих препаратов? Вообще никаких, абсолютно никаких. Пока я себя за волосы не взяла и поняла, что кроме меня и я своей дочери никому-то и не нужна, оказывается. Я на тот момент развелась, дала на развод. Все после того, как был диагноз установлен. Вот, и пошла в свое представление. Вот, самостоятельно. Было тяжело, но от лекарства на данный момент я отказалась совсем. Закрываясь йогой, понравилось мне. То есть я нашла себя в центре Бугновского. Очень довольна. Но в шее все равно у меня остается вот эта вот боль такая, что я прям вот затылок. Вот прям он... Мне иногда раньше казалось, а начиналось все с ног. И оно потихоньку вверх, я думаю... Тазобедренные, вы писали тазобедренные суставы. Ну, а потом шик грудной, потом шея, потом кисти, колени, понятно. Я думаю, о, уже до головы дошло. Думаю, потом раз, как и... Там есть цинификация уже, то есть там уже есть, вот образуются остеофиты сначала, потом это все коллекционируется, и позвоночник, в общем-то, смысл его укрепить, забетонировать, да? Ну, да, но у меня все равно большая часть, а не скандинавская. Скандинавская направлена конкретно на позвоночник. А у вас? А вот периферическая, это вот суставы в основном и шейный отдел. Да, на самом деле, это правда, вот такая шейный отдел, суставы. Какие еще суставы страдают? Так, еще раз не поняла. Какие еще суставы страдают, кроме шейного отдела? Что еще беспокоит? Кисти, кисти и бывает, что левое колено. То есть у меня колени были очень сильно, наверное, года 4 я не могла садиться, они были очень сильно отекшие, пока я не уехала в Краснодар на 4 месяца, и не работала 24 часа в сутки. Убирала номера, ну, там было предложение, то есть это, и у меня прошло. И вот нет, нет у меня... То есть работали 24 часа в сутки, но у вас прошли колени при этом. Да, и у меня прошли колени. Я поэтому поняла, что мне останавливаться вообще нельзя. Ну, по идее, чем больше я лежу, я вообще замечаю, что если я болею, неважно, там ОРЗ, ОРВИ, если я лежу, мне ищу уже, мне надо вставать и что-то делать. И вот я теперь стою и что-то делаю. То есть, смотрите, диагнозы остались в 2009 году только началось, сколько вам было лет? Ну, в 2011, в 2012 было точно, да. 4 года я еще устанавливала его. Нет, хорошо. А вот эта история с кузырным заносом, когда она случилась? Сколько вам было лет? Это было так, где-то 24, в 25 лет. В 25 лет. То есть, в 25 лет это все случается, история с беременностью со второй. Да. И после этого, через 6 месяцев, у вас появляются первые признаки вашей болезни, вашего симптома. И это начинается все с тазобедренных суставов. Оба тазобедренные начались или один? Да, да, совершили. Оба тазобедренные тогда два сустава, да? Нет, один. Один левый. Только левый. Да, вы так. У меня только левый. То есть, у вас сейчас так и остается левый тазобедренный сустав? Колени? Ну, колено, да, тазобедренный, я бы не сказала. Колено тоже одно? Да. Какое? Одно. Тоже левое? Левое. А рука, кисть, кисть, больше правая рука. Кисть больше правая. Это лучше запястная вот здесь, да, вот эта вот? Да. Кисть правая. Это прям правая запястная. Левая тоже есть, да? Она имеет место быть, но оно меньше, да. В правой у меня уже анкилоз. У меня анкилоз костей таза получается, и вот в правой кисти у меня анкилоз. Шею, честно, уже не хожу, не смотрю. Вот правда не хожу. То есть уже анкилозирование есть, а таз, тем не менее, бедро вас сейчас не беспокоит. Вообще нормально, нет, все в порядке. Я не знаю, мне поснимать, когда я устанавливала инвалидность, мне вообще сказали поснимать, я должна, сказать, сидеть в инвалидном кресле. Как я вообще пришла? Я не знаю, как я пришла, но в инвалидное кресло я не хочу. Наверное, поэтому и пришла. Ну, то есть вы-то заметили, что как раз движение вам помогает. Когда вы работали 24 на 7, у вас было даже улучшение, у вас прошли колени. У вас, ну, то есть, смотрите, вы говорите, что вообще-то с мужем я уже собиралась разводиться на тот момент. Уже что за отношения были, почему вы собирались разводиться? То есть, получается, вы родили ребенка, ребенка 8 месяцев, но вы уже в конфликте. С какого момента вы в конфликте, что там за конфликт? Муж пить стал. Причем, он и раньше пил, я просто этого не замечала. Ну, как не замечала, не подавала значения, что он пьет пиво это каждый день. Ну, пьет, да, пьет пиво каждый день. Все же думают, что семья будет и все по-другому. Тут как бы молодость, все бегают, ну, как бы развлекаются. Но тут пошло что-то не так. Денег совсем не было, разрабатывать не хотел, хотя ходил на работу с какие-то долги, вот эта вечная пьянка, каждодневная пьянка. Не могла никак уговорить его никакими способами, чтобы мы отдельно жили, потому что жили с его мамой. Я ходила отдельно, потому что, ну, я видела, что ей некомфортно и мне некомфортно, ни в какую. И я понимала, что я так не хочу. То есть такой семьи, то есть в моей голове картинка, да, моей семьи, какой мужчина для меня, например, вот должен быть, с каким отношением ко мне, да, ну, совсем все. Не сложилось, она распалась, иллюзия моя распалась. И я понимала, что надо с человеком просто расходиться. Ну, вот из-за второго дюйма я боялась, что я не справлюсь, что я не смогу, потому что я же уже в декрете была. Это еще после института, это я что там отработала? Работала на почте, я получала мало, я думала, что я не смогу. А к маме возвращаться мне очень не хотелось, потому что с мамой отношения не совсем, на тот момент не совсем, как мама-дочка, как оно и должно быть, по сути. С маме не хотелось, отношения не складывались, и вы себя как-то ощущали, да, там вот в тот момент, и я ничего не могу сделать, я забеременела. Да, безысходность, да, безысходность, просто вот безысходность. Кто я, где я, чего я, зачем я, просто вот как будто земля из-под ног вот ушла, и я осталась одна, и мне казалось, я в такой кромешной темноте, и что мне делать дальше? Что мне делать дальше, да. Потом, вы все равно принимаете решение разводиться, вы развелись, когда, вы когда начали симптомы стартовать, вы еще замужем были на тот момент? Да, я была еще замужем, я развелась в 2011 году, то есть как раз перед тем, как уехать в Новосибирск, когда установили мне уже диагноз. То есть смотрите, в 25 лет вся история случается с вами, там тоже в 25 лет первый раз симптомы у вас стартует. А разводитесь вы, сколько вам лет? Так, если 25, это был 2009, 10, 11, 25, 27, 28, почти 28. В ноябре я развелась, а в декабре 28 не исполнилась. Через 25 лет. Да, и вы уже в этот же момент получаете диагноз? Перед тем, как поехать в Новосибирск, вы с этими своими симптомами уезжаете, там в Новосибирске вам ставят диагноз в 27 лет. А сейчас вам полных лет сколько? 40. 40 лет. То есть уже получается 13 лет вы с этим диагнозом. Да. И благополучно поддерживать, да, вот это вот движение, ну, как-то для того, чтобы не было прогресса. Или прогресс, он, он как, какой он сейчас? Он есть прогресс, или он, в принципе, зафиксировался на том уровне, какой вам вот тогда в 27 поставили? Ну, вот мне сложно об этом сказать, потому что вот каждый раз, когда включается какой-то орган, да, вот в костной системе, я всегда думаю, боже, так больно мне еще не было. И вот оно с каждым разом, вот больнее, но оно не походит. Я не могу сказать, мне кажется, я 13 лет вообще не знаю, что такое не болит. Ну, правда, не знаю. Оно болит каждый день, каждую секунду, когда сплю, когда ем, стою, сижу, неважно. Я к ней привыкла, то есть я ей была, я даже ей была благодарна, я, наконец-то, ее приняла. То есть изначально-то я год-то вообще же винила всех. Мужа, вот во все смертные грехи, все виноваты, это не я, да, родимая, любимая. Нет, конечно, нет, я очень благодарна, потому что совсем по-другому я сейчас и к себе отношусь, и к людям по-другому отношусь, к миру по-другому отношусь. Ну, тем не менее, вы продолжаете, все равно у вас включаются все новые и новые органы. Да, но оно включается. Вы в каком-то состоянии, в какой-то ловушке продолжаете находиться. Вот, и я не могу, я уже вроде и отношения мама-папа проработала. Я уже с этой самооценкой так, я уже закончила курсы, я получила диплом психолога. Я увлекаюсь психосоматикой, я изучаю эзотерику, матрицу, буду все, что угодно. Вот где вот есть что-то, вот что откликается, я везде. Но я не могу понять, где у меня что-то пределит, что я еще до сих пор не могу себе там палку-галку, чтобы тело уже перестало мне помогать, я ничего не понимаю. Вот смотрите, вы сказали, что вы увлекаетесь психосоматикой, тогда вы примерно должны понимать конфликты, если вы сталкивались с германской новой медициной, с точки зрения германской новой медицины оценивали вы свои конфликты, что привело и какой конфликт, в общем-то, запускается, чтобы у вас тело так отрабатывало. Это адаптация, понимаете, да, тело дает адаптацию к тем условиям обожающей среды, какими я их вижу. Опять же, вы написали, я не могу построить отношения до сих пор, я в жестком конфликте самообесценивания, я все еще ищу этого мужчину, и эти мужчины все никак, либо не те, либо не складываются, либо еще что-то. С мужчинами-то я как бы не могу сказать, что я ищу. Как я могу их искать? Нет, конечно, если раньше, наверное, я скажу больше, сейчас нет, потому что может быть то, что вообще-то считаю, что жена у мужа должна быть здоровая, допустим, да, что вдруг со мной что-то случится, не дай бог, да, я там, слягу или еще что-то, что он будет ценить. Он же бросит меня. То есть, вы уже изначально в конфликте самообесценивания, я уже недостойна никакого мужчину, потому что жена у мужа должна быть здоровая. И тогда я уже изначально боюсь, что он меня бросит, поэтому я не иду в эти отношения, я сразу себя оценила, что со мной не окей, со мной не так, что-то, я недостойна никаких отношений. Потому что это в целом фраза жена у мужа, у любого мужа должна быть здоровая. Хорошо, я согласна, но почему у меня не получается переубеждение убрать? Ну вот мозгами, не знаю, ну мозгами я, наверное, разумом понимаю. А внутри получается, вот как вот это внутреннее ощущение, понимать, понимая, прийти к осознанию. Я действительно понимаю, что понимать это одно, а осознать это совсем другое. То есть ты когда осознаешь, все, мышление с разумом убирается, вот эта вот стратегия, которая была. Может быть сразу, а может быть не сразу, понимаете, это путь. А, может быть не сразу? Конечно, конечно, смотрите, вот вы годами, вот конфликты самообесценивания, то что такое? Это накопительная история может быть. Если у любого другого конфликта должна быть с точки зрения германской новой медицины, СДХ, там синдром Диха Хаммера, биологический шок. Вот это событие, которое неожиданно, драматично изолировано. А конфликты самообесценивания могут даже не иметь вот этого биологического шока. Это может быть накопительная история капли за капли, капли за капли. И вы сейчас добавляете эти капли в свое уже накапанное вот это вот. То есть вот сюда все больше и больше. Мама идет. Вот опять сразу мама. Мама всю... Недавно у меня пришла информация, вот просто так пазлик, чик, что я проживаю ее жизнь. Она всю жизнь себя обесценивала. И до сих пор это продолжает всю жизнь. Она не могла уйти от отца, да, который ее обижал, бил. Она считала, что он ее любит. То есть я понимаю связку ребенок, да, что у меня любовь – это боль. Отношения – это чтобы быть семьей, и он должен причинять любовь своей любимой женщине. А женщина его за это не любит. Потому что я от мамы слышала, что я кроме отца, я никого не вижу возле себя. И после смерти она уже 12 лет прошло, она ни с кем не сошлась. Хотя она достаточно у меня... Она очень красивая, она молода. И могла построить себе такую жизнь, которую... Ну, чтобы быть счастливой. Она все время у меня обесценивала себя и обесценивала меня. Это я точно помню. Вот, что я не мою неправильно полы, макароны я неправильно мою. И куда бы я там ни пошла, я ничего не сделаю. Мне там мозгов не хватает, еще что-то, еще что-то. И у меня остался момент, что, во-первых, все, что я сейчас делаю, это как будто бы ей доказать, что я чего-то все-таки стою. Что я не такая глупая, не такая дурочка. У меня все-таки есть какие-то свои цели, которых я добиваюсь. Но одобрение я до сих пор... До сих пор... Абсолютно. И я приняла. Вот после вот этого, когда мне казалось, что она меня специально хочет обидеть, я один раз посмотрела, у нас был конфликт, и я посмотрела в ее глаза, и я реально там прочитала, что она не хочет мне зла. Она не специально это делает. И вот в этот момент я наконец-то приняла маму такой, какая она есть, и позволила прожить ту жизнь, в которой она жила, позволить уже говорить обо мне все, что она хочет, раз ей это доставляет какой-то комфорт, и она чувствует от этого себя нужной. Все. То есть это у меня отпало. Ну, я думала, что у меня отпало, а шея-то мне все равно не дает. Ну, шея-это часто про несправедливость, про склонить голову, про то, что я не хочу там подчиниться, так же, как и колени, по большому счету. Ну вот, перед мамой, да. Ну, склонила я и колени склонила, и голову я склонила. Все, хоть отрубай ее. Все. Я согласна. Понимаете, да. Ну, то есть, во-первых, все равно, если идет перекресток вот этих отношений, например, да, я маму приняла, но я тогда ее судьбу как бы принимаю. Все, что было у вас до этого. А я отрицаю маму, и ее там образ мысли, образ действия, я не такая, как мама, я выбираю антисценарий. Антисценарий. А, еще момент здесь. Здесь не просто было так. Я еще пришла к тому, у меня мама эмоционально холодная. То есть, для нее тактильности, это, ну, нет, она не любит ни обнимашки, ни сикуси, я наоборот. Но для нее вот ты приготовил, накормил, лекарствами напоил, и моя мама была рядом только тогда, когда я болею. А я заболела только тогда, когда я ушла из дома. То есть, я пока жила в ее поле, в ее доме, я была абсолютно здоровая. У меня одна запись была ОРЗ, и то у меня там какая-то ангина была, что все. Только стоило мне уйти от мамы, пожить без нее год, потому что они не приезжали с ребенком, и не возили. То есть, внучку она не воспринимает, как внучка, ей было стыдно возить коляску, потому что она не могла, не принимает, что она бабушка. До сих пор? Да, такой момент есть. Если она признала, что я своих детей люблю больше, чем внучку. То есть, она не такая бабушка, как у большинства. Да, хорошо, да. И тогда она мою дочь, по сути, как будто бы отвергает, и тогда это тоже может быть такая некая связка. Насколько вы это приняли? Насколько вы за дочь переживаете? А это я тоже сейчас... Потому что, ну, у меня без вариантов. Тут смысл... Ну, у вас без вариантов, вы адаптируетесь все равно телом, понимаете? Вам надо укрепиться. Что такое болезнь Вехтерева, анкилозирующая спондилартрит? Это кальцинация, укрепление. Я должна быть... Я должна быть крепкой. И тогда вам не позвоночник вы укрепляете, да, как классический по болезни Вехтерева, когда вот мне столб мой, вообще вот этот вот основополагающий надо укрепить. У вас пошла периферия в разные суставы. И тогда мне здесь надо быть крепче, с руками, там, с коленями, да, с шеей. Вот это все позабедренное. То есть, если там про крестово-подвздошное сочленение, понятно, что там тоже идет вот эта вся история анкилозирования. Анкилозирование, да. Короче, вот это все идет укрепление. Мне надо укрепиться. И у вас идет, если процесс идет. Я не знаю, опять же, я спрашиваю вас про динамику. Наверное, динамика все-таки есть. Почему? Потому что у вас, вы говорите, я каждый раз, у меня новая часть тела подключается, я понимаю, что это еще, так больно мне еще никогда не было. То есть, у меня все равно идет некое развитие, может быть, там, в тех местах, где оно уже было, оно, может быть, не ухудшается, а у меня появляются новые места. То есть, как будто бы, я отваиваю в новых сферах, я иду во что-то новое, и там, и теперь там я плохая. Вот теперь раньше я не считала, что жена должна быть у мужа здоровая, а тут я не трудышная жена изначально, а, например, тогда там какая-то история. Каждый раз у меня что-то новое добавляется. Где-то я, возможно, процесс останавливаю, и у вас не идет развитие в тех местах, в которых оно стартовало, но идет развитие в новые места. То есть, вот такая идет у нас динамика. И здесь, когда я каждый раз как бы там я, ну, может быть, я что-то приняла, что-то поняла, что-то в моей жизни поменялось, у меня появляется что-то новое, что дает мне... Все равно, понимаете, как будто бы вот этот вот механизм работает. Там, в старом, я разобралась, вот здесь, вот здесь. То есть, тазобедренный, допустим, у меня не идет в развитие. То есть, все как было, процесс прошел. Когда боль у нас появляется, боль появляется в фазу восстановления, значит, это была активная фаза. Значит, а когда нет боли, это фаза активная, значит, этому предшествовала активная фаза. И вот каждый раз перед тем, как у вас... Надо бы проанализировать перед тем, как появляется новое место с новой болью, значит, фаза восстановления, значит, я куда-то попала конкретно с этим местом. Что происходило в моей жизни прямо перед этим, значит, точно была активная фаза, потому что боль, все, это фаза восстановления. Это ткань, это я отслеживаю. Это я отслеживаю. Колено у меня очень часто бывает, что я, например, на работу, если не хочу уйти, колено мне сразу привет. Или я, например, возвращаюсь в свой город с отпуска, не хочу ехать, у меня колено тут же. Я прям это отследила. Я в аэропорту только на братскую землю ногу поставила, и я прям чувствую, как колено начало отекать. Вот прям ощутила это. Я не хотела ехать домой. Нет, это я отслеживаю. Эти состояния, это как бы, да. То есть, смотрите, домой это куда, к маме? Нет, у меня, я живу отдельно от мамы, я не с мамой живу. То есть просто в свой родной город? Да, в свой родной город. Я просто в отпуск сейчас улетала из Братска. Я когда улетаю, у меня все сразу проходит. А возвращаться... Тут важно что? Треки, триггеры все определить. Состояние свое, какое мое состояние запускаете? В том, определить. У нас, вот когда на курсе, например, практическая психосоматика, мы работаем, как, почему я говорю, что это путь? Потому что иногда, вот когда вот так, это далеко не всегда, и не у всех, и такая, не такая уж и частая история. Ну, просто как я говорю, это как правило, эффект по первой сессии. Я все равно провел какую-то работу, либо конфликт, масса конфликта была небольшая. Мы его достаем из подсознания, там, как-то там, даже просто осознавание бывает, помогает. О, Боже, о, Господи, все меня отпускает. Но когда, особенно с конфликтами, самое обесценивание, когда это капли за каплей, просто, на эту, какая-нибудь структура должна поменять. Представляете, сколько это? Сколько времени? То есть вот так вот тоже это, как правило, не происходит, это тоже путь, где-то я иду. Но у вас пока что, вы где-то буксуете, точно потому что вы в разные, в разные вас кидают, разные новые места добавляют, значит, просто такой же механизм срабатывает. Автоматика ваша срабатывает. Там где-то я там с тазобедренно меня отпустила, а колени до сих пор там дают о себе знать, да. Или там вот эти вот, как вы сказали, мама говорит, все не так делаешь, руками-то все равно там общезапястное, это то, что управляет нашей кистью, то, что мы делаем руками. И тогда вот про то, что что-то, если мне приходит, я какая-то не такая делаю, не так, не справляюсь, еще что-то, все равно что-то запускает, какое-то ваше состояние. Вы вот это определили, какое состояние лежит под вашей вот этой всей историей. Чувство эмоций, какое я себя ощущаю, какие мои незакрытые потребности. Идет ненужное, вот прям фон. Вот вы сейчас говорите, говорите, а у меня прям ненужное, ненужное, ненужное. Так вот вы в этом живете, понимаете, вы мне вопросы задаете, а как, почему я буксую? Да потому что я живу в этой ненужности, ненужное, ненужное. Да, я как-то тебе, я же тебе это нужна. Меня и бросить никто не может, я сама себя бросить не могу. Я сама себе, поэтому я себя и укрепляю сама, я же для этого и не иду, мужу я никакому не нужна, потому что я должна быть здоровая, больная жена, мужу не нужна никакому. И тогда я и не иду замуж, собственно, чтобы меня не бросили. И мне надо быть там, выстоять, укрепиться. То есть вот это вот вся история про то, что я должна справиться. Я должна справиться. Ну да, у меня, если меня видят, никто не знает, потому что я все делаю для того, чтобы ничего не заметить, это не поменял. Потому что иначе меня тоже оценят как-то, скажут, что даже еще, это же вот болезнь может вторичный конфликт запускать уже, что я же уже, у меня руки плохо работают, ноги плохо работают, там, колечник, позвоночник, что там, все что угодно, все что включается, это вот такая история про то, что мои руки уже какие-то не такие, неполноценные, это тоже запускает болезнь, это тоже является триггером, сам симптом, он является триггером, который может запускать. И вот эти штучки-то потихонечку надо все отрабатывать, вы в этом живете, вот когда есть симптом, он стартует, еще распространяется на новые зоны, значит, есть история моей автоматической реакции. Я не нужная, какая-то неважная, незначимая, и тогда получается, мужчину я себе не допускаю, потому что ему не нужна такая точно, да, он меня потом бросит, будет просто еще больнее, а чтобы не было так больно, я себя укрепляю. Это вот такой заколдованный круг, я тело-то укрепляю для того, чтобы выстоять, для того, чтобы не сломаться, потому что ткани группы люкс, нарабатываем, утолщаем, даем больше ткани, даем больше твердости, тогда вот она, ваша боль, я живу в этой боли, я живу в этой ненужности, я сама себя обманываю, вы мозг по себе говорите, ну да, да, я же мама приняла, где-то может быть честно, а где-то может быть я иду на это для того, чтобы как-то себе сказать, ну да, я же вот это все сделала, но я продолжаю быть ненужной. Вот это чувство, вы сейчас сказали, идет у меня ненужность. Я поняла. И тогда смотрите, не обязательно вот так вот раз по щелчку пальцев, это работа, это путь, особенно в вашем случае, когда я продолжаю в этом быть, в этом жить. Вот опять же, вы сказали, я как будто проживаю судьбу маминой, я как будто проживаю, я в сценарии, я просто в сценарии, даже если сначала я уходила в контрсценарий, для чего мы уходим в контрсценарий? Да просто чтобы доказать маме, все правильно вы обнаружили, что я лучшая, а для чего? Для того, чтобы она меня половила. Да, это я прям так и есть, но я тогда могу, я это поняла, да, там допустим, я иду опять в сценарии, я все равно в сценарии, все равно в ловушке, я в ловушке, я в туннеле вот в этом, как вот у нас есть курсы, родовые сценарии, мы там разбираем, как мы идем в туннеле своего восприятия, вот в этом родовом, да, сценарии, потому что у меня мама такая же, лояльность роду, в том числе называется, я не могу себе позволить быть более счастливой, да, даже если я, может быть, сознательно не понимаю этого, потому что моя мама несчастлива, потому что, например, моя бабушка несчастлива была, потому что у нас там в роду женщины у них примерно вся история, я себе подбираю соответствующего мужа, я подбираю себе мужа, который пухает, который не работает, мне надо тоже с чем-то справляться, тащить, вот это вот он идеально подписывается на самом деле в мой сценарий, который у меня семейный, но я оттуда выхожу, да, но для того, чтобы у меня нету другого пути, тело подстраивается, как мне выстоять, ну вот так, но вы на самом деле большая умничка, вы справляетесь, у вас прогресс-то такой, ну не очень прямо так, чтобы обездвиженности нету, то есть вот это движение вас лечит все правильно, и на самом деле так и можно справляться, даже те люди, которые поддерживают подвижность суставов, позвонков, они не дают развиться этой болезни, то есть вот это движение жизни для вас, так и есть, и даже если вы там не разберетесь вдруг с психосоматикой или еще с чем-то, просто поддерживая движение, вот это все движение, 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 вы будете давать себе жизнь, но здесь вот эта история, что надо разбираться с нужностью, конечно, все равно это оттуда, оттуда из детства с мамой, насколько там, насколько я это отпустила там из детства, там маленькая Аня, она же себе записала, прямо на подкорку у меня записано, я теперь ищу вот эти вот варианты, а где мне почувствовать себя этой ненужной, потому что внутри у меня эта штука живет, потому что у меня вот эта боль живет внутри, я в этом сценарии родовом, я вот в этой своим опытом личным, у меня мама там так мне это напрописывала, что ты какая-то не такая, ты какая-то не такая, и поэтому какие-то триггеры, 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 которые срабатывают, вводят меня в это состояние, важно определить это состояние, важно определить триггеры, важно посмотреть, и тогда вот с этим работать, я не знаю, как вы работали, там есть вот определенные, Да, все, тогда мы... Так, сейчас я опять найду нашу участницу, и мы немножечко продолжим. Вера, поставь, пожалуйста, на запись. Ань, все у нас вызывалось. А что я хочу? Почему я все это чувствую? А что мне нужно на самом деле? Чего я хочу? И вот эта вот тема, когда вы говорите, мне прямо откликается, не нужно, значит, я в этом живу, я продолжаю в этом жить. Как вы с этим работали, скажите мне, пожалуйста? Вы с этим своим состоянием как-то работали, которое включается у вас здесь? Да, я ходила в терапию, все равно прорабатывала, и всякие тренинги, курсы, и все, что можно. Да, вот смотрите, тем не менее, у вас очень была живая эмоция, у вас были слезы, и вот вам это откликнуло, значит, я живу в этом. Да, видать, склонилась. В терапию, да, вас отпускает, вам кажется, что мне становится легче где-то, или что там? Да. Нет, у меня не то, что стало легче, я, наверное, дня три сначала, после этого у меня идет в голове, устаканивается все, потом меня начинают бить, приходят какие-то мысли по поводу чего прям, о, это точно оно, и я уже один момент раз проработала, но я всегда говорю, это столько блинов. Ты вот одно проработал, а там только убрал, там еще следующий блин, только проработал, там следующий блин, и вот, ну, видать, очень много всего, и поэтому хочется быстро, а у меня это не получается, и поэтому для меня тише едешь, дальше будешь, это вот прям не про меня, мне хочется сразу все и быстро, вот этот момент есть. Тем не менее, болезнь у вас уже столько времени, на самом деле, она так плюс-минус, какие-то части, наверное, можно назвать в ремиссии, потому что если у меня там позабедно... Конечно, да, соглашусь. Уже ремиссия, колени периодически, они включаются, тут важно понять, вот это дать себе это время, да, разрешить себе пройти этот путь, понять, что включает вас, вы до сих пор сейчас включаетесь. Ну, вот, допустим, если я не хочу, ну, утрированно, да, преклонить перед кем-то колено, вот мне как нужно это сделать, вот что у меня в теле должно быть, если, допустим, я, ну, преклонила это колено, или не преклонила, ну, не важно, ну, как вот, чтобы вот это не запустилось, чтобы у меня в голове, что я понимаю, что сейчас происходит, что тело может включиться, и вот как его не включить-то? А вы в этот момент вообще отслеживаете? У вас эта точка выбора вообще есть ли? Ну, когда такой момент, когда мне нужно перед кем-то преклонить колено, и, естественно, если я с этим не согласна, я не могу этого сделать, я начинаю не то, что доказать, а объяснять, почему мне этого делать не хочется. Ну, это же, я считаю, что это нормально, когда я, если говоришь, что мне этого не хочется, а тебя заставляют, например, это делать. Так, а ты, вот-вот, как вы смотрите, меня заставляют это делать, я этого не делаю, да, я это объясняю, но у меня почему тело-то включается, а может вас не в этот момент включается, то есть вы сейчас говорите о том, что если меня кто-то что-то заставляет делать, а я об этом говорю, а я не соглашаюсь, я там что-то, то есть я это проживаю. Проживаю. Как правило, тело срабатывает тогда, когда мы не проживаем эмоции, когда либо мы не осознали, да, либо нам нельзя выразить. То есть я подавилась в момент? Как правило, да. Как правило, да. Потому что, вы смотрите, вы говорите, я приезжаю. Нет, ну, да. У меня здесь никто, вы прямо сейчас в моменте, я сошла с самолета, мне никто не заставляет преклонять никакое колено, никто не заставляет ничего делать. Ну, либо я в эту атмосферу зашла, что мне постоянно надо жить в прессинге, в давлении, вот эти колени укреплять так, чтобы меня не поставили, потому что если я вдруг прозеваю, меня наклонят и поставят, и там голову мою нагнут. Понимаете, если я живу вот в этом, если я живу в постоянном сопротивлении, это тоже будет включаться. То есть я должна быть на чеку, мне надо все время, все время видеть. А вдруг я сейчас пропущу момент, и меня поставят на эти колени. Понимаете, вот вы сошли с самолета, вас никто никуда ничего не ставит, а вы уже отреагировали. Потому что вы в какую-то атмосферу попали знакомые, в какой-то трек с работой, значит, все мне надо включать. Потому что я злость подавила, я же ее молча подавила, я же ее, я не выругалась матом, наверное, скорее всего, чем я это внутри. Конечно, если я не разрешаю себе прожить эту эмоцию. Ну, ты там клокочешь, но понимаешь, что сейчас, на данный момент это так. Видите, если внутри будет, да, например, ну, конечно, вот оно внутри клокочет, вот это и есть. Когда мы не проживаем эмоции, мы их подавили, оно внутри, я их не разрешаю себе прожить, тело реагирует, когда мы на уровне психики, мы на эмоции не справляемся, тело реагирует только тогда, когда вот эта безысходность появляется, я ничего не могу сделать, у меня нет выхода, у меня нет решения, потому что меня постоянно нагибает, я не согласна, но я не могу до конца ни себя, по сути, отстоять, ну, то есть не уйти оттуда, у меня нет решения этого. И тогда мое решение вот так вот, как палочка быть, чтобы, не дай бог, они меня не нагнули, просто у меня деревянные колени будут, чтобы они меня не нагнули никогда. Вот и все. Я поняла, над чем мне надо подумать. Я поняла, над чем надо подумать, ну, поработать поняла, над чем. Да, 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 вот поэтому здесь важно проживать, вот когда я разрешаю себе проживать эти эмоции, я управляю своей жизнью. Я тогда им сказала, они получили какую-то обратную связь, и сказали, или вообще, иди нахер, когда мы с тобой общаться не будем, потому что ты нам такая не подходишь, это тоже решение, например, да, и я с ними не общаюсь дальше, а я-то должна выстаивать, похоже, все время. Ну, то есть здесь я не управляю. Когда я не управляю своей жизнью, тело идет, тело у нас адаптацию вот эту дает. А как нам выжить в этот момент? Это же, по сути, выживательные все программы. Вот с точки зрения ГНМ, все эти биологические программы, это программы выживания. В живой природе так выживать. Вот нужен нам, ну, там, я не знаю, откусил животному хищник ногу, ему надо тромб сделать, чтобы не умереть, чтобы не истечь крови. Это все нужно. Что-то где-то нужно на момент изъязвить, чтобы протолкнуть, где-то нарастить, чтобы укрепить. Это все для того, чтобы выжить, потому что теперь на уровне эмоций я не справилась, я не знаю, что делать, у меня нету решения. И тогда тело дает эту организацию. Вот так работает. Я хочу упору к мягкости, что мне надо стать гибкой и мягкой. Вот, опять же, смотрите, вот это сразу мне надо стать гибкой и мягкой. Мне надо, а я не хочу. Мне надо, а я не буду. Да, на самом деле, я не хочу никакой мягкой быть. То, что вы мне сейчас сказали, вот они же меня нагибают никакой, я мягкой не должна быть, я там должна противостоять, я должна как раз быть твердой. А мне надо, потому что мне так сказали, потому что это вроде бы как мое решение. Вот если это пойдет изнутри, вот если вы этот конфликт отпустите и проработаете, оно придет само решение. Вам, может быть, вообще пофиг будет, что они так сказали, ну, как бы, а зачем они так делают? Чтобы где-то вы сами прогнетесь, потому что вам это удобнее будет. Ну, да. Но на уровне психики, понимаете, я не знаю. Пока что мне надо вот так быть, да, потому что весь мир, он меня нагибает, похоже. Ну, как-то так. Такое ощущение складывается. В чем вы живете? Вы живете в ненужности. Получается, я борюсь с людьми мельницами, которые сама себе же и выдумываю. Ну, возможно, вы сказали, что я теперь знаю, куда мне обратить внимание. Нет, это я про подавление, когда я подавляю, что внутри тут, а я становлюсь мягкой. Вот, 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 мне почему сейчас кажется, я злюсь, а я должна быть мягкой. Все, вот над этим, да, вот над этим я уже поняла, что с этим надо, да. Быть может, мне надо отстоять, вот нам разные эмоции нужны для разных целей, там какое-то дождь и отвращение. Согласна. Для оставения своих границ, они нужны, нам не можем быть все время, вот. Love is a river, хорошо, здесь где любовь, но там как бы тоже, скорее всего, что-то соматизирует. Нет, тут такого у меня нет. Границы я умею отстаивать, то есть я никому не позволяю. Если мне не нравится, то я сразу говорю, я не терплю. Опять же, если жесткие мои границы у меня, тогда я тоже буду раниться об этом. То есть если я должна держать оборону, вот эти 24 на 7, обнесла себя колючей проволокой, и вот так должна держать свои границы. Нет, такого нет у меня. Нет, тут такого нет. В любом случае, вам важно посмотреть, да, каждый раз, куда я попадаю. И вот это вот глубинная моя потребность, наверное, быть нужной, быть важной, там, значимой, да, какой-то. Вот это да, вот это да, быть нужной. Да, внутри этого нет. Тогда вот здесь, ну как бы можно пройти там курсы по самооценке, еще что-то, где-то что-то, может быть, это уже там, раз я кусочек сделала, раз мне там нужен какой-то досложить еще свою пазу, пройти этот путь, потому что, я еще раз подчеркиваю, это путь. Где-то я себя благодарю, что, правда, здорово, у вас неплохо вообще все это складывается, потому что, скорее всего, где-то вы уже в ремесии, где-то вы какие-то конфликты решили, они отпали, но вот этот механизм продолжает работать. Автоматика моя зарабатывает, что я все равно где-то нахожу себя в точке ненужности, отверженности, там, какой-то, брошенности. Поэтому я, конечно, не допускаю этой ситуации искусственной, поэтому мужчин я к себе не допускаю, не подпускаю, потому что, ну, все равно же брось, жена же должна быть здоровая, вот и все. Потому что просто внутри у меня есть, и я свою болезнь, просто вот это свое внутреннее убеждение реализую. Хотя я живу, жизнью дам, я в движении, мне нормально, то есть я там занимаюсь йогой, какие-то там упражнения делаю, и здорово, это классно. Немногим людям удается так в Бехтере выжить и поддерживать вот этим движением. Надо вовремя поймать, чтобы это движение, чтобы оно еще не совсем было, антилозирование прошло, и тогда вот этим движением вы поддерживаете жизнь. Ну, конечно, здесь какой-то путь еще надо пройти. Да, здорово, вы очень много сделали, вы большая умничка, вы там с мамой поработали. Спасибо. Что с папой? Вот я так понимаю, папа маму одержал, там какой-то был тиран. Ну, папа умер, поэтому он и умер. Ну, письма писала какие-то там, тоже вроде прорабатывала. Папа пил у папа, но он действительно заботился о семье, я не могу сказать ничего. Вот единственное, что он мог пить, но это не так, что он беспробудный пьяница, там, не знаю, видать, когда напряжение было сильное, не справлялся, он человек в движении тоже. Все, дом, дача, дети все с иголочки одеты, все. То есть картинка со стороны идеальная семья вообще. Но когда он напивался, и это я сейчас понимаю, почему это происходило, да, мне-то сказалось, что он бьет маму, а эта мама его не пускала. Вот он придет пьяно, они разругаются, он уходит в гараж, и она начинает, закрывает двери, не пускает его, он ее отталкивает, ну и понятно, она за ним бежит, что только бы с ним ничего не случилось, потому что в таком состоянии он там и разбится, и все, что угодно может случиться. Это я сейчас это понимаю. А ребенком-то у меня совсем другая картина была, я не понимала, почему женщина живет, моя мама живет с человеком, который бьет, из-за которого она плачет. Вот вообще я не понимала, сколько раз я говорила, мама, уходи. А она не могла, ну, не могла потом, ну, могла, значит, не уходить. Вот, и поэтому, ну, с папой произошел трагический случай, он погиб у нас, и после этого мама совсем поменялась в какой-то мере. Все традиции ушли, которые были вот с папой, да, связаны, все праздники, все родственники, она стала одна, никого не подпускать, ну, вот как-то так. Насчет меня, знаю, что папа меня очень любил, он любил, у меня брат есть младший, он любил меня больше, чем брат. Когда, сколько вам было лет? Это я училась в институте, перешла на пятый курс. Что это, наверное, 20, 21, 20, 21, наверное, это было. То есть уже взрослая, да? Да, уже взрослая, но я знала, что папа меня очень любил, я знала, что если меня кто-то обидит, он за меня постоит, то есть опору и защиту я от него чувствовала. Хотя я во всех командировках с ним была, Антоху он так не брал маленького, а я вот везде с ним, и в гараже, и на машине, и в командировке, и в деревне, везде. То есть петух меня клюнул, он его зарезал. То есть я от него, пусть много он мне не говорил слов каких-то вот таких, но я от него чувствовала эту любовь. А мама потом вообще отгородилась от всех, она вот-вот-вот... Да, да. То есть от мамы вы не чувствуете, как будто вы знаете, вот это ваше болезнь... От мамы нет, от мамы я вообще никогда не чувствовала, мне всегда казалось, что она меня просто ненавидит. Ну вот у меня было ощущение, у подростка, особенно в детстве, да, вот все вот эти вот, когда мне приходилось прощения выпрашивать месяцами, просто ни за что, просто ни за что. Вот включать вот эту холодность для чего? Ну, правда, я ее не понимаю до сих пор, допустим, почему так. Вот я сама мама, и когда у меня ребенок, например, ну, все бывают же, и конфликты, и все, и когда она у меня плачет, мы поругаемся, но я не могу так, чтобы она у меня просила прощения месяцами. Ну, нет. Ну вот у нее, а причем родители у нее, семья вообще прекрасная. То есть, если разбирать, туда идти, там все в порядке. Я уже и так... Это кажется, наверное, все-таки вот так... Это кажется, потому что так. Я тоже с этим согласна, но у меня мама очень в плане вот этого, вот характер у него прям императорский, я не знаю какой, но она прям очень холодная, жесткая. Мы абсолютно разные. Она мне всегда говорит, ты всех понимаешь, все тебя любят, а меня ты вот прям это, что я ее прям всю не люблю, и она меня не понимает, и как я разговариваю не понимаю, как объясняю я не понимаю. Она вообще вот полный... Пока я не оставила ее в покое, не разрешила, я просто почувствовала, что я решила стать для нее мамой. Что я не дочь для нее, а решила ее воспитывать в какой-то вот момент. А вот он так, стопэт, ты дочь. В первую очередь ты дочка. Все, разреши ей жить так, как она живет, если она от этого получает удовольствие. И тогда уже конфликты, конечно, у нас абсолютно. И смотрю, и Вика начала почаще к ней ходить, а тоже вообще не созваниваются, она даже с внучкой не разговаривает. Она через меня может спросить, а ей нет. Ну и внучка, естественно, также ей не звонит. Ну зеркалка, все. Получается, вот папа мне давал эту любовь, заботу, внимание, то есть от папы я чувствовала? От папы я чувствовала любовь. Я защиту, вот какую-то мне, ну как сказать, небезопасность, а... Наверное, я правда была любимой девочкой. Вот прям любимой девочкой, такой, какая я есть. И папа я там по стенам ходила, бегала, на голове ходила. Он-то меня принимал такую, какая есть. А маме я все время, что я должна быть так, а что люди скажут, а ты вот это сделала, а вот туда ты залезла. И вот она со мной рядом была только тогда, когда я болею. Вот тогда 24 на 7 она возле меня. С компотиками, с обнимашками, поглаживанием, с теплым одеялком, с ласковыми словами. Вот этот момент был. То есть когда я болела, она была рядом. И получается, вот это ваша болезнь состоит, когда вы уехали от мамы? Конечно, я думала, что я, наверное, ну, тело, скорее всего, дало мне такую это, что, дай-ка я притяну. Если я болею, значит, мама рядом. Оно и получилось. Аутоиммунное заболевание вот это вот, аутоиммунное, видите, аутоиммунное, это тоже некое противостояние, да, папы и мамы во мне. И тогда своим движением я сохраняю папу во себе. Вы сказали, что папа – это человек движения. Я вот эту его любовь, вот эту вот его внимание, заботу ко мне я сохраняю движением. Потому что аутоиммунное – это всегда тоже вот про то, как клетки во мне борются. Да, а мама у меня подадила свои движения, вот что это. Я же все равно спрашивала про взаимоотношения. Их семеро все равно. У нее сестра, которая перед ней родилась, мама у меня тоже энергичный человек. То есть там лыжи, танцы, все как бы это. Но так как у нее, Лена, родилась слабенькой, возле нее все сюсюкались. И у меня мама запретила себе быть такой, какая она есть. Она стала подражать. Вот их семеро, вот они две одинаковые получились, а другие тетки мои, они совсем другие. Они вот прям заводные, веселые, вот этот двигатель, вечно что-то все делают, куда-то там это, общаются и все в духе. А вот они две, да, она подавила, она мне в этом призналась. Что я, говорит, стала не так. Да, вот эта вот история, вот соединение маминого. Папиного вага, да, вот эта история про противостояние, неподвижности и движения. Вот в этом я иду. Да, да. Я хотела, да, вот это мамина все равно сохранить. И мама-то тоже какую-то свою боль постоянно реализует, да. То есть она же не просто так себя остановила. Это же тоже я. Конечно. Конечно, 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 конечно. Туда-то я и как бы это, ну сейчас я уже там не копаюсь, потому что, ну, потому что пока, ну, с собой, в любом случае с собой. Да, в любом случае с собой. Вот смотрите, как вы можете, допустим, вот там что-то, что-то, я думаю, что вы вынесете какие-то там выводы из нашей сегодняшней беседы. А как дальше можно поработать, это либо родовые сценарии из того, что мы можем предложить вам. Потому что вы прямо в сценарии. Вы прямо в сценарии. И вот чтобы выйти из этого тоннеля восприятия, ну, все равно как мама говорит, я повторяю ее судьбу. Вот в родовые я не ходила ни разу. Вот. И тогда это будет очень интересно для вас поработать. Сейчас вы можете в записи это приобрести. Я обязательно попробую. Да, потому что мама, когда папа умер, она же тоже отморозилась от всех. И я сейчас, по сути, тоже отмораживаюсь, потому что я недостойна вас. Ну, вот вас, мужчины, потому что жена, вот это вот то, что вы мне сказали, должна быть здоровой, а так, что я вам зачем? Как будто бы вот, да. Даже вот эта вот история. А вдруг со мной что случится? То есть это вот ничего может быть и не случится никогда, эта история про тревожность. Вот это тревожное мышление. А я уже живу этим. Вот этим то, что может вдруг случиться. Поэтому здесь можно, конечно, поработать со сценарием, со сценарной. Да, я обязательно поработаю со сценарием. Да, либо вот когда мы работаем, допустим, в практической психоэмоциональной психотерапии, это идем с симптомом, да, обязательно понимать, что за ним лежит, да, что за ним, за этим симптомом. Какое мое психоэмоциональное восприятие, какой мой шаблон реагирования под этим моим симптомом лежит. Да, мы понимаем, что обездвижется моя задача, обездвижется и там укрепится, по большому счету. И то, что вы живете в ненужности, это тоже вы для себя вот сейчас открыли, что вот оно есть, оно есть у меня вот так это пришло. То есть я в этом живу. И тогда я ищу свои триггеры, что меня в эту ненужность помещает, а что запускает во мне это состояние. И, как правило, да, вы смотрите всегда, если начались новые боли, значит, я вошла в фазу восстановления. Что было конкретно до этого? Вот эти ваши шеи, если шея это регулярно, то значит, прямо вы можете отследить, что происходило, что у меня началось с фазу восстановления. В чем я была, что я чувствовала, кроме ненужности, какие у меня эмоции были. Соберите весь вот этот вот коктейль. Там, не знаю, чего там, страха, боль, не знаю, отвержение, брошение. Страха нет. Страха у меня нет. Ну, вот это вот вопрос для вашего исследования, да, вопрос для вашего исследования. Что у меня там есть под этой моей болью, да? Вы просто как симптомы, вы прямо элементарно в любом трансе можете исследовать. И тогда это вопрос того, что у меня новые нейронные связи тоже не вот так вот они. А мне надо еще чуть-чуть побыть в этом состоянии, еще чуть-чуть. Где-то я уже умею, а где-то я сильно проваливаю. Потому что эмоции очень живые. И тогда вам важно, кстати, у чего-то делать. Что значит мне надо научиться возвращать себя там, где я, а мне не надо телом, во-первых, проживать эмоции. Как минимум я разрешаю себе взаимодействовать так, как выражать свои мысли. Эмоции, да, там, да. Может быть, я и не буду, вот если там где-то меня отпустит, может быть, я и не буду так пост радиогировать, там, на границе, да, еще на что-то. Не знаю вашей ситуации, да, там, на что вот это вот встает, вот про то, что вы сказали, что мне нужно выражать. Как правило, да, невыраженные эмоции у нас выходят с кельцом, невыраженные. Поэтому вот здесь просто чуть больше поисследовать и дать себе время, дать себе, дать себе, скажем, замечать свои успехи и дать себе пройти по этому пути. Потому что это путь, и вы классно по нему идете, у вас здорово получается, вы даже свой путь где-то обесцениваете, как мне кажется. Потому что очень мало людей, если уже есть девки. Что недостаточно сделала. Да, недостаточно сделала, быстрее, быстрее, да, там надо сделать абсолютно здоровое. Но вы уже адаптируетесь к тому, что есть. Так у вас, вам важно понимать, что это движение, это ваша жизнь. Я теперь всегда буду поддерживать движение. Ген, это, ну, как бы, гены-гены, на самом деле и без гена может быть. Да, конечно, нет. Да, поэтому вопрос в том, что, смотрите, что нам может говорить этот ген, этот ген? Это значит то, что мы смотрим в рот. Какая-то родовая тема. Ну да, что это значит родовая. Я в родовые обязательно схожу, я там не была просто. Поэтому вот это родовые сценарии, возможно, то, что это как раз часто бывают люди, которые работают с симптомами с разных сторон, и приходят в родовые сценарии, такая вишенка на торте, они прямо вот доделывают там что-то, какую-то свою историю закрывают. Поэтому здесь какой-то путь важно пройти. Может быть, этот транс какой-то там, который подойдет, там надо сделать много раз. Разные трансы много раз, чтобы в эту дорожечку, эту нейронную новую связь накатать, чтобы быть там, в этом состоянии, в новом, в новом, в новом. Потому что где-то бывает, что раз и отпустила, раз и вот это, но часто не всегда так. Дайте себе пройти по этому пути. Я разрешу, я разрешу себе это делать. Да, вот это будет уже тоже шаг ваш, что я вообще, блин, честно сказать, что в болезни векции вот таких мало людей, которые вот так себе классно движением поддерживают. Ну да, теперь мне надо поддерживать движением, но я здорово иду. Мне вообще вот здесь вот важно самой себя похвалить, поддержать, увидеть свои успехи. 13 лет, ну у вас такой, ну такой, знаете, не такой, как это, диналика, не так, чтобы с теми мельными шагами у вас сразу вот это все идет развивать. Да, новые появляются области, важно смотреть, а что конкретно это, почему руки включились, что, где я сейчас тебя обесценила с этими руками, где я была. Опять я попала, я в этот момент не взрослая женщина, а та маленькая девочка, которую маму вот так, да, маму я приняла. Но я же, она мне на квадфорту прописала, вот как я себя должна чувствовать. Это автоматически включается. Так нам надо наработать новое состояние, только точно так же, чтобы вывести в автомат. Хотя бы где-то вы начнете замечать, потому что, поэтому я спрашиваю, а правда ли вы всегда замечаете, где я попадаю? Или иногда вы просто автоматически скатываетесь в ту реакцию, которая была у вас прописана в сценарии вашей, да, там, вашей личной. То есть еще обратим, значит, внимание. Обращу. Есть у вас еще какие-то вопросы, да, чтобы там какое-то сложилось? Нет, Анастасия, я вас прям благодарю. У меня сейчас такое поле деятельности. Я прям знаю, что делать. Классно, это здорово. Потому что здесь все-таки надо что-то еще двигаться, что-то делать, да, потому что... Да, я понял, что там не надо. И этот путь не обесценивать и классно похвалить себя. Это самое главное, не обесценивать. Себя не обесценивать, это самое главное. И не ведите туда прямо к результату быстрее. Прямо давайте себе время. И вот эту здоровую историю, пожалуйста, покопайте. Благодарю прямо от души. Спасибо большое. Спасибо вам, Анна, что вы не побоялись, решились на вот такую публичную консультацию. Я думаю, что кому-то было полезно, кто узнал себя, кто слушал. Я тоже надеюсь, что кому-то было полезно. А мне-то точно. Главное, что было полезно вам, да. Поэтому, если что, пути движения мы с вами рассмотрели, куда вам двигаться. Ну все, давайте тогда прощаюсь с вами. Да, давайте. Все, благодарю вас. Да, спасибо вам тоже. Сейчас гляну, есть ли у нас вопросы. Так. Вопросы к эфираму в комментариях. Шториаз. Так. Первый раз до 18 лет в этом году на работе был сильный конфликт. На работе, после которого кожа покрылась шториазом заново. Очень хотела бы поработать это. У нас есть курс аллергии, кожные симптомы. Вот прямо сейчас. Он у нас, по-моему, в субботу стартовал. Пожалуйста, вы еще можете присоединиться. Конечно, двойной конфликт, разделение, все верно. Мне не нравится мой рабочий коллектив, но я хочу быть им принятой. Ну и еще какие-то истории, конечно же, включились у вас. Какие-то более ранние, да. Которые вы можете поисследовать. Вы можете совершенно спокойно поработать с этим. И так, первые 38 лет, царя, первый раз был 18. Ну вот, даже 18 лет, это какая-то история, которая уже была, скорее всего, отголоской какого-то двойного конфликта, разделения более раннего. Поэтому приглашаю вас. Сейчас вы можете в аллергии прям поработать с периодом, с вашим хорошо. Лишний вес начал накапливаться постепенно, но не уклонно. После того, как мне исполнилось 48 лет, и я осознала свой возд. Почувствовала, как потихоньку прибавляется незаметно год за годом. Конфликт, у нас есть вебинар, лишний вес конфликтов, лишнего веса очень много, на самом деле. Понятно, что как в целом мы рассматриваем это как защита моя, да, от чего-то внешнего, или я хочу показать что-то внутреннее, что мне нужно, какие-то вот эти прослойки, как это для того, чтобы себя обезопасить. А так, на самом деле, вот это и про нехватку, и про то, что я компенсирую себе, и вот это вот, что конкретно ваше, тут, конечно, нужно исследовать. Так, ну все, дорогие друзья, вопросов больше нет. Поэтому завершаемся. Благодарю вас, что были вместе со мной, здесь, на разборе. И приходите, следите за анонсами, мы будем проводить еще диагностики. В четверг у нас будет диагностика детского симптома. Поэтому, если у кого-то есть желание, можно будет написать. Следите за нашими анонсами. Прощаюсь с вами. Благодарю вас за внимание. Люблю вас, ваша Анастасия Ватерянок. Завершаем. 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 Продолжение следует...